Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с круглого стола, посвященного истории освоения целинных и залежных земель, а также их роли в развитии сельского хозяйства Советского Союза и России. Открывая дискуссию, председатель Российского Исторического Общества Сергей Нарышкин заявил, что освоение целины явилось настоящим гражданским подвигом, который заложил прочную основу для последующего развития сельского хозяйства страны. Первоначально вопрос об освоении целины рассматривался руководством страны в большей степени как теоретический. Начало Великой Отечественной войны перевело его в сугубо практическую плоскость. В результате вероломного вражеского вторжения Советский Союз лишился почти половины своих наиболее плодородных пахотных земель. Новыми житницами страны стали Сибирь, Дальний Восток и Республики Средней Азии, куда вместе с квалифицированными специалистами эвакуировались колхозы, ветеринарные и аграрные институты. Начало освоения целины в период военного времени сопровождалось созданием промышленной базы. Разоренной в войной стране требовалось не только обеспечить себя зерном, но и использовать доходы от продовольственного экспорта для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи принялись свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты. Было выделено, вот только подумать, 120 тысяч тракторов для того, чтобы целины земли были освоены. Порядка 10 тысяч комбайнов, которые поехали одновременно в разные уголки нашей страны. Это, конечно, огромная армия техники, которая позволила достигать такую значимую задачу. 425 сохозов было создано, то есть огромное количество трудовых коллективов, руководящего состава, полный необходимый кадровый потенциал также был обеспечен. И, конечно, почти 42 миллиона гектар земли было введено буквально за несколько лет и дало серьезный мощный рывок для того, чтобы накормить страну. Впрочем, к 1960 годам результаты освоения целины стали резко ухудшаться. Неподходящие климатические условия, засухи, ветра и сильные морозы негативно сказались на урожайности. К сожалению, тогдашнему руководству страны во главе с Хрущевым не удалось удержать успех. Имевшиеся в ту пору технологии не позволяли эксплуатировать целины земли в долгую. Экстенсивные способы хозяйствования привели к деградации почв и к катастрофическому снижению урожайности. Спустя несколько лет Советский Союз вынужденно начал закупать зерно за рубежом. Несмотря на это, освоение целины оставило значительный след в истории страны. Благодаря целинной кампании были созданы целые поселения. Ускорилось развитие сельскохозяйственной техники. Были освоены земли, ранее считавшиеся непригодными к засеву. Однако, несмотря на эти известные историкам обстоятельства, покорение целины никак нельзя считать ошибкой. Это был массовый гражданский подвиг, стремительный бросок всей страны на восток, давший Советскому Союзу несколько лет зернового изобилия и заложивший прочную основу для последующего развития сельского хозяйства страны. Не секрет, что повторное освоение залежных земель, предпринятое уже на новом технологическом уровне в XXI веке, вывело Россию и Казахстан в мировые лидеры по экспорту продовольственной пшеницы. Исторический опыт покорителей целины, пример их мужественного и самоотверженного труда, по сей день привлекает внимание и профессиональных историков, и специалистов в сфере сельского хозяйства. При этом покорение целины никак нельзя назвать ошибкой. Это дало Советскому Союзу несколько лет зернового изобилия и заложило прочную основу для последующего развития сельского хозяйства. В наше время сельскохозяйственная наука активно развивается. Это предмет нашей совместной заботы с Министерством сельского хозяйства. И он работает как раз на этих землях, в том числе Омский аграрный научный центр. За последние пять лет им получено 8,7 патентов. И эта работа является предметом нашего очень хорошего, интенсивного научного сотрудничества с Казахстаном и с другими странами. В рамках кругового стола в Доме Рио представили копии документов, подготовленные к историко-документальной выставке «Здравствуй, земля, целинная». Ранее экспозиция, посвященная теме «70-летие начала массового освоения целиных и залежных земель», была открыта в выставочном зале федеральных архивов. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...